Итак, к нашей компании уже присоединились два гостя. Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения Крыма и Анна Рубель, председатель комитета Государственного совета Крыма по вопросам здравоохранения. Конечно же, мы будем говорить, мне кажется, максимально актуальная тема, это поправки Конституции, и вот как они затрагивают сейчас тему здравоохранения. Приветствую вас. Ну, я, насколько знаю, может быть, вы меня поправите, что там не так много именно поправок в сфере здравоохранения, или я ошибаюсь? Ну, общее число поправок, которые сегодня обсуждаются, их более 500, а поправки, которые касаются вопросов здравоохранения, и которые сейчас уже были рассмотрены и предварительно поддерживаны рабочей группой, там их около, ну, до 10, потому как сфера здравоохранения в основном регулируется федеральными законами, а в Конституции все-таки отражены вот такие незыблемые столпы, что медицинская помощь, она доступна для всех граждан Российской Федерации, там, и так далее. То есть, мне кажется, что Конституции на сегодняшний день достаточно отражено, но предложения, которые были внесены Леонидом Рашалем, и сегодня, которые обсуждаются рабочей группой, они тоже имеют место быть. Ну, какие прогнозы вообще, что изменится, если эти поправки будут приняты? Ну, в принципе, мы рассчитываем, как и Национальная медицинская палата, поддерживаем их полностью предложение. Первое, это, конечно, 72-я статья Конституции, которая должна расширить вообще понятие само здравоохранения, расширить описание самого здравоохранения в Конституции, потому что мы сейчас имеем только 41-ю статью, которая гарантирует каждому гражданину Российской Федерации право на медпомощь. Но мы не имеем даже понятия сейчас, законодательное понятие, да, о, скажем, ответственности гражданина за свое здоровье, о профилактике в медицине, самое главное, профилактика, потому что мы чаще занимаемся уже лечением заболевания, а дешевле для бюджета и для каждого гражданина проще, когда он не лечит заболевание, а когда он его предупреждает. Поэтому профилактика самая тоже одна из главных черт, которую надо будет отразить в новом законе. И, конечно же, это также статья о местном самоуправлении, сут 31-го, сут 32-я, это расширение полномочий органов местного самоуправления в части здравоохранения, потому что, к сожалению, у нас именно местное самоуправление, оно во многих субъектах Российской Федерации просто лишено, скажем так, ответственности за здравоохранение. И здесь возникает очень много проблем. Проблемы возникают организационного характера, то есть проблемы в том, что, допустим, территория больницы, что-то где-то сломалось, на территории больницы та же дорога, надо отремонтировать ту же дорогу, подъездные пути, опять же таки, это все полномочия муниципалитета. Не всегда это можно сделать, если не иметь полномочий в сфере здравоохранения. То есть возникают технические сложности. Это бюрократия, да, в первую очередь? Ну, это не то чтобы бюрократия, это, скажем, технические сложности в взаимоотношении федеральных органов либо региональных субъектовых органов и местного самоуправления. То есть и в то же время многие граждане, имея какие-то свои определенные проблемы по здравоохранению, проживая в том или ином населенном пункте, часто идут, обращаются именно в местные органы самоуправления. Не в Минздрав Республики Крым, если брать республику, да, не в Минздрав Российской Федерации. Чаще всего просто в местное самоуправление. Говорят, помогите. А если органы местного самоуправления не имеют полномочий в сфере здравоохранения, соответственно, они передают это нам и сам процесс затягивается. Конечно же, если мы расширим полномочия органов местного самоуправления в части именно организации здравоохранения, мы увеличим доступность медпомощи для каждого жителя, даже самых отдаленных сел. Уменьшим вот эти вот бюрократические все проволочки и сможем, скажем так, любой даже местный депутат местного небольшого уровня сможет участвовать непосредственно в здоровье граждан, в организации их медицинской помощи. Ну, важный момент, что если сегодня мы говорим о передаче полномочий, то мы должны передавать и финансовые средства, потому как сегодня уже в 131-м федеральном законе закреплено положение о том, что местные органы самоуправления должны создавать условия для получения медицинской помощи гражданами, которые проживают на территории этого муниципального образования. То есть, проще говоря, например, администрация Бахчисарайского района должна создавать условия для того, чтобы ее жители могли получить помощь в медицинском учреждении, например, Бахчисарайской районной больнице. То есть, на сегодняшний день эти полномочия есть, но, как показывает практика, когда местные органы самоуправления должны решить какой-то вопрос, возникают споры, и иногда там даже выходят споры на уровень Совета Министров для того, чтобы решить элементарный какой-то вопрос. Это споры по незнанию или потому что проще переложить зону ответственности? Ну, прямого полномочия у местных органов самоуправления нет. То есть, обеспечивать условия, это такое понятие, которое... Обочине обширное, да? С одной стороны, широкое и неконкретное. Поэтому, ну, подъездные пути, да, которые говорил Николай Николаевич, как бы должны делать, например, асфальтное покрытие на территории районной больницы. Ну, с одной стороны, нет, потому что районная больница, она находится в ведении, ну, республики Крым, да. А с другой стороны, если земля принадлежит муниципальному образованию, тогда, наверное, да. Да. И вот в этом вопросе, как говорил Николай Николаевич, да, есть несостыковки. Поэтому и мое глубокое убеждение, что я уверена, что эта рабочая группа тоже берет во внимание, что если мы все-таки будем вменять местным органам самоуправления такую прямую норму, то мы должны и обеспечить финансирование. Ну, и еще одна очень тоже такая важная, на мой взгляд, инициатива, которую говорил Леонид Михайлович, это то, что мы должны унифицировать подходы к организации всей структуры здравоохранения. То есть это и министерства, и лечебные учреждения, как я поняла, должны все-таки иметь схожую структуру на территории всей страны. На сегодняшний день, к сожалению, на официальном портале Государственной Думы, где сегодня размещаются все проекты нормативно-правовых актов, уже есть законопроект, который касается непосредственно Конституции, но там на сегодняшний день можно ознакомиться уже в подписанном, согласованном виде в первом чтении, только с теми поправками, о которых президент говорил еще в самом начале. Это изменение полномочий Государственной Думы, изменение полномочий Совета Федерации. Выше власти, да, регионы. Да, то есть это то, о чем он говорил в своем послании, это уже нашло свое отражение, мы можем это почитать. Все остальные поправки, о которых мы сегодня говорим, и которые часто появляются в СМИ, их на сегодняшний день нет на бумаге. Поэтому в скором времени, я думаю, что они поступят в Государственную Думу, и мы уже сможем более предметно оценить эти изменения здесь на уровне региона. Николай Николаевич, вот в первую очередь для наших зрителей можно сказать, как это в первую очередь отразится на гражданах. Допустим, вы сказали, что необходимо проходить обследование, чтобы гражданин понимал, что это его должна быть обязанность. Обязанность. Обязанность, то есть подразумеваются какие-то, то есть если он не прошел, там, утвердили и не прошел обследование, то к нему будут какие-то вопросы, или если он заболел, скажут, мы тебе не будем больничный выплачивать, потому что ты в свое время не обследовался, или вот что-то, или вы как-то... Ну да, Дима просит разъяснить просто, как вообще. Что это делалось? Дело в том, что это, во-первых, должна быть ответственность каждого человека за свое здоровье, потому что каждый гражданин должен понимать, что кроме него никто за его здоровье не ответственный. Я уточню. То есть подразумевалось, что обязательно будет проходить обследование хотя бы раз в год? Это будет что-то такое? Ну, если брать по принципу других развитых даже стран, то если вы в какой-то из развитых стран не прошли обследование вовремя, определенный набор, то вы просто не сможете устроиться на нормальную работу. И, соответственно, здесь то же самое. Не секрет, что у нас во многих частных структурах сейчас профосмотры, это тоже проф, но от слова профанация. Понимаете, просто вот пришли, сдали документы, забрали эти книжки, либо там листы профосмотра и все. И на этом все обследования заканчиваются. Поэтому здесь, в первую очередь, гражданин должен подходить ответственно и проходить все обследования самостоятельно и качественно. От этого будет зависеть его жизнь, здоровье, ну и, соответственно, благополучие всего общества. Но это поможет в первую очередь выявить заболевание на корню. На ранних стадиях и помочь человеку вовремя вернуться в ряды, в строй, в рабочее состояние. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости.